На седьмом десятке с уставами все в порядке Ирина Сенкевич написала на 7 октября Доброе здоровье, как всегда мне неизвестны факты Подскажите успокаивающие чаи, сильные, у меня страх Вот смотрите, на это я так отвечу Неизвестны там факты и прочее, прочее, прочее Вот у человека сильный страх Если вы не понимаете откуда у вас идет страх Как он возникает, его причины, истоки То с ним бесполезно бороться Вот эти успокаивающие чаи, вы думаете успокаивающими чаями что-то там сделать Ну это грубо говоря превратить себя в какой-то овощ Которому все равно Если вы живой человек, которому интересна ваша жизнь, ваше состояние То вы должны исследовать свой страх Откуда он возникает, что вы боитесь Вы боитесь страха смерти Вы боитесь, может быть, страха унижения Вы боитесь страха боли у вас там возникает Вот разобраться со всем этим надо Страх темноты, там много-много-много есть Разного рода страхов Вот прежде всего проанализировать свое состояние Разобраться с ним И потом уже осознанно действовать Нам надо не успокаивающие, чтобы нас успокоили А надо, чтобы голова поработала И сделала нас сильнее Благодаря тому, что у нас есть какое-то вот такое вот в жизни препятствие Мы работаем над его преодолением И преодолевая становимся сильнее А так сильные успокаивающие чая И так далее Это уже какие-то галлюцигены должны быть Чтобы они вас сделали таким успокаивающим Представляете, насколько надо подавить ваши жизненные процессы Ваши процессы в сознании В нервной системе Чтобы вы успокоились и расслабились Знаете, что очень хорошее Успокаивающее и сильное Это удушье Которое сразу же вытесняет разного рода страхи То есть остается один страх за собственную жизнь Страх удушье Вот этого Который вытесняет все остальное Значит, как это делается? Это делается очень просто Вы просто-напросто делаете вдох Выдох Носик зажали И держите нос зажатым Не дышите до тех пор Пока у вас действительно не начнутся вот эти вот спазмы Раза два-три Не больше Выдохнули Задержали Захотелось дышать Вы не дышите, не дышите, не дышите И проанализируйте Прочувствуйте, что у вас происходит с вашим сознанием Потом сделайте медленный плавный вдох Опять выдохните Задержите дыхание Два-три раза больше не надо Вот особенно если у вас возникает вот этот вот какой-то там страх Он накатил страх И вы не знаете, чем его вытеснить Попробуйте этот метод И как правило Вот это вот пограничное состояние Когда вы задыхаетесь Оно очень хорошо отвлекает разные другие состояния Которые там пытаются влезть в вашу голову Остается одно Хочу жить, хочу жить, хочу сделать вдох Ну такой метод Что бы я еще хотел сказать? Вот вы мне задали вопрос Относительно своего здоровья В некоторых случаях Они могут очень существенно помочь Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю Если вам Вот эти рекомендации Которые от меня вы услышали Они вам помогли Что бы вы Стали спонсором канала Хотя бы на один месяц Если вы почувствуете Пользу От всего этого Станьте спонсорами И будем дальше с вами работать Здорово, здорово Акчара, гости С праздником Богатырь И стулья Мамых привет Пойдя здорово Пойдя здорово Пойдя здорово